Всем привет! Дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию топ-5 самых необычных пар, которые поженились и много лет счастливы в браке. В этом ролике мы рассмотрим самые необычные и совсем не похожие друг на друга пары, которые судьба свела вместе. Саша и Ира Толстовы. Свадьба Саши и Иры Толстовых сделала их очень популярными. Александр облачился в белоснежный костюм и сделал белые дреды. Изюминкой стали белые ботинки на огромной платформе. А Ира исполнила свою детскую мечту и надела черное платье. На лице пирсинг, а половина головы была выбрита. Тогда их посчитали ненормальными. На самом деле супруги просто любят всячески наряжаться. Саша и Ира вместе уже более 12 лет и воспитывают двух замечательных детей. Саша и Майсер Шпак. Свадьба одного из самых эпатажных фитнес-блогеров Саши Шпак и Ирины Мещанской состоялась в далеком 2010 году. Александр стал популярен в сети благодаря своей необычной и нестандартной внешности. Тело мужчины покрыто татуировками практически все, на которые он потратил около 5 миллионов рублей. Также пластические операции стали неотъемлемой частью жизни Александра. Ирина также прибегала к пластическим операциям. Супруги утверждают, что главное в человеке душа, и они любят друг друга, несмотря ни на что. Тарзан и Наташа Королева Знакомство этой пары произошло в ночном клубе. Она яркая девушка, недавно расставшаяся со своим избранником, а он харизматичный танцор, не ищущий серьезных отношений. Наташа сразу заприметила накачанного мужчину и пригласила его на съемки своего клипа. Между Наташей и Сергеем вспыхнули чувства. В 2002 году на свет появился их сын, которого назвали Архип. Через год пара сыграла шикарную свадьбу. Тарзан исполнил мечту любимой о белоснежном платье и великолепной свадьбе. Многие считали, что этот брак не продержится так долго, но вот уже более 19 лет Наташа и Сергей живут в мире согласия и любви и являются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Никита Джигурда и Марина Анисина Эпатажного актера Никита Джигурду и фигуристку Марину Анисину познакомили на шоу «Танцы на льду» и с тех пор они не расставались. В 2008 году эта пара официально оформила свои отношения. Никита принял православие и обвенчался с любимой. Вскоре в их семье появились на свет двое детей – Мик Анджель Крист и Эва Влада. Так Никита и Марина назвали своих детей. Но в 2016 году Марина Анисина подала на развод, но, как говорится, от судьбы и от любви не убежишь. В 2021 году эта пара снова узаконили свои отношения. Николай и Галина Валуевы Смотря на эту пару, Николая и Галину трудно представить двух более непохожих людей. Он высокий спортсмен, даже, можно сказать, огромного роста, с крепким телосложением, а она маленькая и хрупкая девушка. Это не была любовь с первого взгляда. Их отношения развивались постепенно. Предложение Николай сделал отцу невесты, спросив, отдаст ли тот дочку за него. А Галину просто поставили перед фактом. Свадьба их состоялась между тренировками и соревнованиями спортсмена. «Зверь Востока» – так его называли комментаторы. Рядом с любимой женщиной становится мягким, чутким, нежным. Пара вместе уже более 15 лет и воспитывает троих замечательных детей. Пишите свое мнение в комментариях, какая пара больше всего вас поразила своей непохожестью и неконтрастностью. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. И будьте счастливы. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok